Когда-то «Боевой ангел» должен был стать следующим проектом режиссёра Джеймса Кэмерона после «Титаника». Создатель «Терминатора и Чужих» долго и уверенно рассказывал о том, каким будет его новый фильм и как конкретно он будет перехватывать дыхание у неподготовленного зрителя. Но в середине нулевых уверенность режиссёра в том, что следующим его проектом будет именно «Боевой ангел», постепенно сошла на нет. Из-за спины Алиты выскочил проект 880, который позднее превратился в «Аватар». В том, что за 12 лет, прошедших с выхода «Титаника» до «Аватара», Джеймс не смог снять «Алиту», многие винят его самый первый фильм «Пиранье». Именно на нём режиссёр подхватил водную болезнь. Тогда на постановщика попытался упасть вертолёт, и спасаясь от него, Джеймс ушёл вместе с камерой на морское дно. Режиссёра спасли, а вот камеру нет. С тех пор вода в фильмах Кэмерона стала появляться с пугающей регулярностью. Ну а когда «Титаник» стал самым кассовым фильмом в истории кино, и постановщика пошли носить на руках, первым делом он захотел опуститься на дно Марианской впадины, что с успехом и сделал. После чего последовали экспедиция «Бисмарк», «Призраки бездны», «Чужие из бездны», «Вулканы в морских глубинах» и «Последние тайны Титаника». Объединяло эти документальные фильмы одно – вокруг Кэмерона было много воды. Во втором «Аватаре», кстати, её будет тоже много. Уже всем очевидно, что первый фильм был снят специально. Теперь на погружение Кэмерону выделили сразу миллиард долларов. У «Боевого ангела» шансов не было. И в 2019 году фильм, который добрался до кинотеатров, поставил уже совсем другой режиссёр. И кто бы что ни говорил, та «Алита», которая попала на большие экраны, имеет мало общего с тем фильмом, который хотел снять Джеймс Кэмерон. Сегодня хотелось бы вспомнить о тернистом пути «Алиты» на большие экраны. Стартовала история «Боевого ангела» в середине 90-х. В те годы Джеймс Кэмерон пытался запустить «Человека-паука» с Арнольдом Шварценеггером в роли осьминога. Но денег на проект нужно было столько, что хватило бы снять два «Титаника» и сверху накрыть ещё «Терминатором». Да и технологии не поспевали за фантазии режиссёра. Сейчас с такой звездой, какой в те годы был Арнольд и Кэмероном на борту, любая студия потратила бы на «Человека-паука» и 400 миллионов долларов, совершенно не интересуясь, куда деньги будут спущены. Но в середине 90-х ещё и комиксы проваливались пачками, и не вызывали у массовой публики особого интереса. Кэмерон стал искать себе какой-нибудь другой большой проект. Идею ему подкинул давний знакомый, Гильермо Дель Торо. Утверждается, что именно режиссёр «Мутантов» и «Хеллбоя» познакомил Кэмерона с мангой, которая впоследствии ляжет в основу фильма «Алита». Джеймсу идея очень понравилась, и он сразу же набросал идей на тысячу страниц, снабдив их концепт-артами и различными уточнениями. Однако в отличие от «Паука», здесь отказ Кэмерон не получал. Отложил он идею по собственной инициативе. Постановщик решил, что технологии 90-х не позволят воплотить в жизнь все его больные фантазии. А здесь ещё и удачно всплыла идея о пароходе, который посреди Атлантического океана подкараулил айсберг. В 1999 году, уже после «Титаника», студия «20-й век Фокс» под требованием Кэмерона скупила все необходимые права на «Алиту» и согласилась выделить на фильм 200 миллионов долларов. Джеймс объявила желание снять правильный и суровый киберпанк с Блэк Джеком и доступными женщинами. Технологии к середине нулевых, по мнению творца, уже должны были позволить сделать всё красиво и реалистично. Однако здесь случилась та самая полоса погружений Джеймса, о которой я уже говорил ранее. И когда он наконец-то исследовал всё дно Мирового океана, случился «Аватар» и «Боевой ангел» снова был отложен. Сразу же после того, как и «Аватар» стал самым кассовым фильмом в истории кино, Кэмерон заявил о планах снова вернуться к «Боевому ангелу». В 2010 году продюсер Джон Ландау, с которым режиссёр работал на «Титанике» и «Аватаре», сообщил, что Джеймс приступил к работе над «Алитой» и она станет его следующим фильмом. Джеймс Кэмерон, конечно, один из самых известных и уважаемых режиссёров Голливуда, но даже ему, скорее всего, не готовы были предоставить всё, что угодно для проекта под новым IP. С сиквелами «Аватара» в него готовы были кидать любые деньги, ибо даже самым удивительным представителям человечества очевидно, что отбить их не составит труда. Что конкретно он там хотел снять, никого не волновало. Главное, чтобы снял хоть что-то. С «Боевым ангелом» ситуация иная. Тем более его Кэмерон когда-то хотел снять ещё и взрослым рейтингом. В общем, Кэмерон решил снимать сразу 2, 3 или 8 продолжений «Аватара», чем он и занят по сей день. А «Боевой ангел» снова лёг на полку. Достали его оттуда в 2016 году, когда режиссёром фильма был назначен Роберт Родригес, когда-то выдавший шикарные фильмы «Дети шпионов» и «Приключения шаркбоя» и «Лавы». Джеймс Кэмерон одобрил выбор. Вроде как он даже поучаствовал в подборе режиссёра. По крайней мере, все официальные источники напирают на то, что Родригеса выбрал именно он. Кэмерону необходим был режиссёр, разбирающийся в 3D-технологиях. И Родригес со своими детьми шпионов 4D был вроде как идеальным выбором. Дальнейшей работой над «Боевым ангелом» занимался уже только Роберт Родригес. Хотя и здесь официальные источники напирают на то, что Кэмерон пристально следил за всеми работами и иногда проявлял инициативу. В наследство Родригесу перешёл сценарий, написанный Джеймсом Кэмероном и позднее отполированный Лаэтой Калагридис. За плечами Лаэты работа над фильмами «Александр», «Следопыт», «Остров проклятых» и «Монструозный терминатор Генезис». В нагрузку Родригесу передали ещё 600 страниц различных дополнений и уточнений, которые, готовясь к фильму, набросал Кэмерон. Сам Роберт в шутку сокрушается, что Кэмерон не отдал ему ещё 400 страниц, сославшись на то, что это уже перебор. И там в основном идеи насчёт продолжений, которых, по идее, Кэмерона должно было быть сразу два. Но мы-то знаем, что то были самые важные 400 страниц. По заявлениям Родригеса, сценарий он практически не менял, лишь сократив его со 130 страниц до 125. Именно он и ушёл в работу. Титуль на актрису нашли довольно быстро. На финишную прямую вышли четыре претендентки. Роза Салазар, Зендая, Майка Монро и Белла Торн. Родригес выбрал Розу Салазар, которая на него произвела наибольшее впечатление. Где-то в этот момент рядом с Робертом Родригесом нарисовался другой многим известный режиссёр, Квентин Тарантино, который предложил взять Валиту ещё и Кристофера Вальца. Мол, лучше Родригес всё равно никого не найдёт. Джеймс Кэмерон, который по всем официальным версиям помогал Родригесу всем, чем мог, в одном из интервью сказал, что он на площадке Алиты был всего один раз, после чего решил, что больше он там не появится. Постановщик говорит, что не может смотреть на то, как работают другие режиссёры. По его словам, попав на площадку Алиты, он сразу же захотел всё изменить, а потому предпочёл быстро покинуть страшное место. Снял Родригес фильм менее, чем за 4 месяца, и никаких проблем на съёмках не было. Слухов о тестовых показах Алиты тоже нет, точнее нет слухов об их качестве. Но есть несколько переносов, которые могут быть с ним связаны. Первоначально фильм должен был попасть в прокат в середине 2018-го. С окончания съёмок на тот момент прошло бы полтора года. Летнее окно было не очень удачным. Рядом с Алитой выходил второй мир юрского периода. Первая часть, напомню, собрала в прокате полтора миллиарда долларов. То есть конкурент в любом случае был мощный. Но списали первый перенос на необходимость доработать визуальные эффекты. Там, по различным заявлениям, полигонов на одном глазе Алиты было больше, чем во всём Властелине Колец. Передвинули картину на декабрь месяц того же года. Но здесь у Алиты снова не заладилось. Рядом в прокат выходили аквамены Бамблби. Когда Алита испугалась Бамблби и снова переехала, на этот раз на начало 2019 года, слухи о качестве фильма и разговоры о грядущем провале увеличились троекратно. Здесь есть один забавный момент. После первого тизера фильма Алита Боевой Ангел, реакция на большие глаза главной героини была далека от позитива. Но переделывать их полностью не стали, ибо Джеймс Кэмерон предложил просто немного изменить радужку глаза. Это дало свои плоды, и во втором трейлере глаза героини уже не критиковали. Здесь по какой-то причине перенос не потребовался. И все без проблем успели сделать между трейлерами фильма. В итоге в прокат 170 миллионный фильм попал лишь в феврале 2019, спустя два года после окончания съемок. В американском прокате лента стартовала очень плохо. По итогам домашнего проката Алита собрала всего 85 миллионов. Мир дал еще 319 миллионов, что не так уж плохо. Но 130 миллионов из них дал фильму китайский прокат, из которого студия получила жалкие крохи в районе 25%. При грубом подсчете мы получим цифру от 160 до 170 миллионов, которые могла получить студия на прокате Алита. Весь маркетинговый бюджет, который у Алиты был более 100 миллионов в минусе. С какими-то цифровыми продажами у Алиты явно все тоже не гладко. На носителях фильм принес смешные 23 миллиона долларов. Гораздо более дешевый Джон Уик 3 в том же году сделал там 60 миллионов. Можно, конечно, сказать, что где-то там у Алиты все хорошо. И она разлетается, как горячие пирожки на стриминге. Но все указывает на то, что это не так. Неудивительно, что прямой сиквел истории, на который явно намекала концовка фильма, студия отменила. И когда кинокомпанию Фокс купила корпорация Дисней, все стало еще печальнее. Ибо у Мышиного дома есть Звездные войны и комиксы, которые приносят миллиарды. И пытаться выжать из фильма, собравшего 400 миллионов что-то большее, для них не имеет никакого смысла. Тем более, когда первый фильм по факту провалился. И риск провалиться с продолжением очень велик. Однако все не так грустно. У фильма образовалась весьма внушительная армия поклонников, которая забрасывает студию Дисней письмами и требованиями выдать Алите продолжение. У фанатов Зака Снайдера, к примеру, в итоге получилось выжать из Warner 70 миллионов долларов. По разным слухам давить получается и с Алитой. Вот только большинство слухов намекает на стриминговую платформу Disney+, куда студия и хочет отправить Алиту, превратив ее в сериал. И особенно интересно здесь то, что слухи ходят о сериале-приквеле. То есть ни о каком продолжении речи не идет. Не уверен, что это кому-то нужно. Мандалорец обновляет многие рекорды на стриминге. И может быть у Алиты там есть шанс. Остается, правда, не совсем понятно, во сколько встанет подобный сериал. И не окажется ли, что там от Алиты будет целое название. А остальной киберпанк будет состоять из обшарпанных стен и настоящей девочки с большими глазами. Ведь по манге Алита была реальной девочкой на Марсе. А это хорошая возможность очень сильно сэкономить. Спасибо за внимание и оставайтесь на связи.